Юрий Кузнецов приехал на школу семинар диагностика наноматериалов и наноструктур из Нижнего Новгорода. Он аспирант физического факультета Нижегородского госуниверситета и уже два года занимается исследованием магнитных свойств проводниковых наноструктурных объектов. По словам Юрия Кузнецова, эта площадка – лучшее место, чтобы поделиться опытом с такими же молодыми учеными. В первую очередь мои исследования направлены для применения в спинтронике. Спинтроника – это альтернативная область применения новых электрических устройств. Ученый из Беларуси Николай Гопоненко на конференции в Рязанском радиотехническом университете не впервые. Его тема – перспективы дальнейшего развития технологии пленок из холодных растворов для микроэлектроники и нанофатурики. Мы ищем контракты и международные проекты. Один проект у нас сейчас идет с Индией, позор гельтехнологии. Буквально неделю назад мы в Минске делали два совместных доклада на эту тему. Сегодня я буду рассказывать здесь. Если раньше профессор Николай Гопоненко приезжал в Рязань как участник, то в этом году уже вошел в оргкомитет. Он считает, что эта площадка как нельзя лучше подходит для живого общения. А по словам исполняющего обязанности ректора Рязанского радиотехнического университета Михаила Чиркина, семинар многое дает и ученым, и аспирантам, и студентам. Это очень хорошая возможность столкнуться с учеными из других мест для формирования научного работника. Это тоже очень важно. Все вот это вместе в совокупности и плюс возможность неформального общения, общения свободного, создает необходимую среду, в которой и воспитываются научные работники и высококвалифицированные преподаватели для высшей школы. Впервые школа-семинар прошла в Рязанском радиотехническом университете в 2008 году. За 10 лет ее посетили более тысячи человек. Многие молодые участники защитили кандидатские диссертации. Благодаря контактам, налаженным во время проведения школ-семинаров, нашли работу и научных руководителей.